приветствую тебя и следовательно добро пожаловать в еще одно издание инста 360 только что представила совершенно новую версию go 3 преемник самой компактной и легкой экшн камеры на рынке со стабилизацией видео в стиле джима при этом была улучшена не только сама камера но и корпус который используется для зарядки транспортировки и дистанционного управления камерой вы можете видеть это на упаковке продукта в корпусе был установлен дисплей это означает что тема видеоблога становится еще ближе к фокусу сразу после вступления вся информация о новой системе я бы очень хотел чтобы ты получил удовольствие от первой части теперь в этой первой части тебя ждет краткая распаковка технические характеристики камеры и мое первое впечатление а потом я тоже буду время от времени ссылаться на гоу ту предыдущую версию этой системы здесь и поскольку ваш зритель конечно же захочет увидеть как камера работает на практике непосредственно перед выпуском сразу после этого видео следует вторая часть вилак на сто процентов снят с новой гоу 3 без внешнего микрофона говорят что микрофонный блок камеры был улучшен посмотреть как работает новая система на кого на самом деле нацелена эта новая камера для каких снимков все это подходит благодаря своей конструкции и магнитному креплению идеально подходящий для съемки от первого лица независимо от того занимается ли он спортом ведет видеоблог путешествует семьей системе доступно множество творческих ракурсов с которыми невозможно было бы справиться с помощью экшн камер большего размера и конечно же из-за небольшого веса камера также хорошо подходит для крепления к дрону модели самолета гоу 3 выпускается в трех версиях один раз с постоянно встроенной памятью на 32 гб 64 гб и 128 гб я связал все версии для вас ребята в описании видео приведенным ниже там вы также найдете текущие цены которых у меня на данный момент нет давай начнем с распаковки тогда мы быстрее перейдем ко второй части зак эта камера вот я и вытаскиваю двойку система стала на один тик больше значит дополнительную мощность тоже нужно как-то разместить в корпусе на данный момент это тоже прямое указание камера стала не только больше но и немного тяжелее новый гоу 3 весит 35,5 грамм так что он все еще относительно легкий предыдущая версия с 26,5 граммами на 9 граммов хорошо она сойдет первой камера тоже останется мы скоро вернемся к этому я хочу пойти с тобой посмотреть на аксессуары нас приветствует руководство пользователя здесь тебе расскажут как настроить камеру какое приложение установить конечно позже сможет снова редактировать снимки на своем смартфоне если захочет это не обязательно но в инста 360 всегда есть бесчисленное множество возможностей для того чтобы снова проявить себя творчески оглядываясь назад особенно с этой камерой благодаря квадратному сенсору мы можем позже экспортировать снимки в формате 9 к 16 или остаться в формате 16 9 я думаю очень важно что оглядываясь назад у тебя есть выбор ладно это сойдет с рук в первую очередь это крепление уже знакомое по гоу ту называется эси клип и с помощью этого крепежа камеру можно прикрепить например колпачку на козырьке простой но очень удобный если вы хотите освободить руки во время съемки вид от первого лица возможно вы готовите барбекю летаете на дроне у вас свободны руки и камера тем не менее фиксирует все что делает человек еще одно известное приспособление это вот это это магнитный зажим и как я вижу он уже немного приспособлен теперь его можно вот так вытащить и вставить обратно чтобы было удобнее брать все это с собой потому что задняя часть камеры go 3 магнитная камеру можно легко закрепить здесь и благодаря квадратному датчику которым идет рич не имеет значения наклонена ли камера вверх вертикально находится ли она на верхней части корпуса здесь будет установлена стойко стоя это не имеет никакого значения при точно таком же соотношении сторон отличная вещь что тоже замечательно это то что меня беспокоило в старом креплении теперь здесь есть небольшой угол для установки но если ты снимал что-то с камерой на груди камера скорее всего снимала спереди они слегка смещалась вниз там где камера была прикреплена груди сказал фактическая деятельность имела место а мы придумываем новый аксессуар это зак этот быстросъемный кронштейн шаровая головка вырезанная из алюминия эта деталь а также сама пластина здесь новый экшен под вместе с камерой лежащий в горшке клэк крепится здесь и может быть использован непосредственно для съемки боевиков и да камера также может быть установлена отдельно без экшен под здесь на кронштейне вы видите это здесь есть такие маленькие углубления задняя часть камеры тоже магнитная гладкий зафиксированный на месте сидит значительно компактнее ты можешь снова снять его таким образом к этому прилагается еще и это устройство ты можешь повернуть его здесь это многоразовое клейкое крепление тогда мы уже почти закончили с аксессуарами и последнее но не менее важное упомянутый экшен стручок пользовательский интерфейс пользовательский интерфейс по сравнению со старым кейсом здесь многое изменилось друзья мои здесь есть что-нибудь еще по этому поводу нет во первых визуальное сравнение старого кейса с новым кейсом у старого кейса внутри одноцветный мини дисплей а также две функциональные кнопки для настройки на старой камере go2 вот теперь полностью переработан сначала это исчезнет и вы увидите что в конечном итоге здесь будет размещена сама камера общение уже происходит с самого начала очень здорово что инста 360 снова здесь торчит один из немногих производителей который действительно привносит инновации в новые модели ты просто понимаешь что на разработку ушло много времени и именно так и должно быть как я уже сказал этот кейс служит нескольким целям во первых конечно транспортировка поскольку теперь камера как таковая больше не защищена как это было в случае со старым кейсом объектив и передняя часть камеры теперь открыты или все это можно сложить нет это уже так задумано с другой стороны внутренняя батарея go 3 теперь заряжается одна камера работает около 45 минут это почти на 50 процентов больше чем у его предшественника с кейс продолжительность работы уже увеличена до 173 минут это означает что когда ты делаешь перерыв в съемках ты вставляешь камеру в корпус батарея внутри камеры уже заряжается следующая функция которую выполняет чехол это дистанционное управление самой камерой конечно когда обе камеры связаны можно взять камеру мне еще предстоит привыкнуть к тому что нужно нажимать эту кнопку из кейса дистанционно управляет запускает снимки приостанавливает выбирает режим и теперь все это снова немного оптимизировано теперь у тебя есть этот огромный сенсорный дисплей на задней панели который ты можешь также складывать во первых конечно когда ты ведешь видеоблок и тогда ты видишь прямо что снимает камера сколько всего вокруг тебя и во вторых конечно когда ты видишь все это целиком ты видишь все что происходит вокруг тебя возможно откинувшись назад вынув камеру и желая управлять камерой дистанционно вам не нужно каждый раз доставать свой смартфон запускать приложение инста 360 просматривать предварительный просмотр в реальном времени смотреть потому что теперь камера снимает именно с той точки зрения которую вы действительно хотите сама камера конечно же водонепроницаема на глубине до 5 метров порт действия здесь защищен от брызг в соответствии с x4 так что тебе не следует нырять с ним вы тоже видите это здесь разъем usb type-c свободен немного информации о go 3 потому что я сказал что производительность здесь снова была повышена разрешение видео теперь составляет 2,7 км со скоростью 30 кадров в секунду вместо максимального значения в 14 140 пикселей которое было у его предшественника я знаю нам нужны все 4к в этой крошечной камере но друзья очевидно что при таком размере камеры выделение тепла играет очень важную роль и при 4к это привело бы к увеличению частоты кадров система действительно очень быстро выходит из строя конечно видео изображение как уже было сказано стабилизировано с помощью flow state внутренний микрофонный блок камеры также был снова улучшен по сравнению с его предшественникам теперь есть два микрофона что должно повысить ценность видеоблога кнопка управления щелчком здесь в нижней части камеры также осталось задняя часть теперь прорезинена и камера снова выглядит немного более прочной и законченной давай-ка на минутку наденем чехол и посмотрим что там у тебя за возможности настройки еще быстро отрегулирую экспозицию на этой камере чтобы мы могли сразу определить что находится на дисплее справа еще две функциональные кнопки слева как я уже сказал разъем usb type-c а внизу этот магнитный затвор хорошо посмотрим как быстро запустится камера нажмите и удерживайте индикатор состояния соединительной стрелы камера подключена могу ли я взять их прямо сейчас значит связь все еще существует и это уже здорово ты видишь это дальность передачи должна составлять около пяти метров поверни дисплей вверх заместитель изображение сразу же изменится разрешение дисплея выглядит хорошо прикосновение мгновенно реагирует на 2,7 кей снимается со скоростью 30 кадров в секунду и вы даже получаете вибрационную обратную связь при настройке все в порядке снова отключился вот состояние батареи самого корпуса слева показывает что камера в настоящее время заряжается через 2,7 кей теперь можно записывать со скоростью 30 кадров в секунду на 64 гб 2 часа 52 минуты так что для записи любых ви журналов вполне достаточно материала тогда вот такое маленькое выпадающее меню с функциями быстрого доступа и конечно же настройками камер предварительная запись уже доступна то есть за несколько секунд до того как вы нажмете на кнопку записи уже записан чтобы не пропустить ни одного интересного события поле зрения в правом нижнем углу можно настроить на ультрадействие линейное или близкое если провести пальцем влево зака снимки можно просмотреть и также удалить один раз проведя пальцем от другого края к центру дисплея можно настроить видео например цветовое пространство яркое стандартное плоское езда на велосипеде в порядке езда на велосипеде с двумя то есть уже заданными настройками цвета я все время использую вывод то есть это живые цвета ты можешь установить автоматический или ручной режим в котором ты также можешь установить ису экспозицию баланс белого и компенсацию экспозиции давай сначала остановимся на автоматическом режиме протертый снизу доверху снова позволяет делать видео настройки почти украденный есть также голосовое управление которого еще не было в году до сих пор на английском я не знаю исправит ли обновление прошивки все это как на самом деле обстоят дела с языком камеры как таковым английским немецкий также доступен в настройках звука можно настроить подавление ветра например для записи на горном велосипеде фокусировка по направлению вперед камере а также стереосъемка интенсивность стабилизации видео также можно регулировать первый уровень теперь установлен с завода второй уровень например для съемок во время гонки третий уровень во время езды на велосипеде или затем полностью выключен на последнем этапе конечно я не хочу сейчас просматривать все настройки которые вы можете сделать здесь в меню камеры но по крайней мере я хочу продемонстрировать режим которые вы можете установить и использовать здесь для этого нажмите здесь на камеру видео это ясно фотографии тоже можно делать здесь и это здорово даже в формате RAW все это можно сохранить интервал между кадрами в формате HDR я просто быстро все это переживу я хотел бы вместе с тобой погрузиться во вторую часть V-Log снятую на камеру Star Labs для звездных снимков зацикленных снимков замедленных снимков максимум в формате Full HD со 120 кадрами в секунду сдвиг по времени замедленная съемка и Pro Video которое затем увеличивается до 14-40 пикселей с 5-10 кадрами в секунду а для Pro Video у вас есть возможность впоследствии в приложении Insta360 извлечь из материала еще немного, чтобы подогнать пропорции я бы сказал что пришло время перейти ко второй части и испытать все это на практике если у вас все еще есть вопросы по системе не стесняйтесь оставлять их в комментариях и конечно же предложение о том что еще вы хотели бы посмотреть на камеру и конечно же дайте этому видео высокую оценку если оно вам понравилось и подпишитесь на мой канал если вы еще этого не сделали мы скоро увидимся во второй части получаю удовольствие от продолжения просмотра ЧАО!